Всем привет-привет! Я решила записать благодаря своей зрительнице Лизе. Лиза, привет! Она мне задала вопрос, ну не вопрос, а скорее идею, чтобы я записала свои видео о своих переездах, потому что я как-то обмолвилась, что в моей жизни было слишком много переездов с квартиры на квартиру, из города в город, и она сказала, можно об этом рассказать. Но я тоже думаю, что на самом деле это будет интересно, и я вам расскажу как можно откровений об этих переездах. Я начала о своих переездах с раннего возраста, ну с детства, потому что всё равно это переезды в моей жизни с самого начала. До 8 лет я жила в Североморске, в таком двухэтажном деревянном доме. У нас там был такой двор, вообще было очень классно, уютно. Все друг друга знали, все друг другом дружили, все были друг другом знакомы. И можно сказать, что у нас была как такая деревенька, да, в которой, как сказать, стояли квадратом, и в центре был такой лесок, дома. По-моему, наш двор был четыре деревяшки, вот, на советской, кто из Североморска, тот помнит. Я как-то в своих роликах про Североморск показывала этот двор, вот, и, конечно, я до сих пор помню, как мне было там замечательно, здорово, сколько у меня было там друзей, я чувствовала там себя как дома. Там всех знала моя мама, нас всех знали, и мы чувствовали себя там очень классно, комфортно. Все были приблизительно одного социального уровня. Скажем так, у нас было там свое гетто, но оно было хорошее, положительное, вот, и все было, конечно, здорово. Восемь лет мы переехали на инженерную, в однокомнатную квартиру, и там уже совсем во дворе, и это была девятиэтажка, это был новый район, там жили в основном военные, у нас зато Североморск, столица Северного флота, у нас в основном военные живут. Если до восьми лет у нас весь двор состоял из гражданских, у нас только из служивых был там семья милиционера, вот, а все остальные были гражданские, то тут мы переехали, и тут, конечно, я почувствовала совсем другое общение, разницу, контингент, это было в основном военные семьи, вот, и дети какие-то уже другие были более избалованные, что ли, все, какая-то простота ушла. До 15 лет я там прожила, и я переехала на Пионерскую. Этот двор, этот дом, в эту квартиру я уже, ну, сейчас, в которой я живу, в квартиру мы переехали туда. В эту квартиру в 15 лет я не вникала, потому что я попала, как раз наш переезд попал на моё поступление в колледж, это как раз лето, весна-лето было, и я поступила в колледж, и я уже потом ездила на учёбу, и мне было не до соседей, не до атмосферы, я там уже в этом дворе не гуляла, ни с кем не была знакома. В 17 лет, значит, в 15 я начала учиться в колледже, в 17 лет я переехала в общежитие, в общежитие, которое относилось к колледжу, вот, и до 20 лет я жила там. Первая моя комната, я жила в двух комнатах в общежитии, ну, поменяла одну комнату на другую. В первой комнате я попала на третьем курсе с пятикурсницами, тоже, которые там себе что-то гнули, вот, пальцевеером, скажем так, но, слава Богу, что они уже на тот момент были все в отношениях, и в основном этот год, когда я жила с третьего, ну, на третьем курсе, в основном, как сказать, они отсутствовали, вот, а после третьего, ну, год я прожила в одной комнате, а потом на четвертом и пятом я жила в другой комнате, я жила там, ну, вообще одна, потому что моя соседка числилась только в общежитии, а сама жила с молодым человеком. Жизнь в общежитии была, скажем так, не из легких, вот, потому что у нас там семейные проблемы были, вот, и вообще, как сказать, общежитие, ну, в принципе, благодаря тому, что я там дружила с девчонками с нашего курса, конкретно с сыном и с Леной, если вы смотрите, вам привет, вот, и это общение меня очень поддерживало, а так, само жить и в общежитии мне, конечно, не нравилось, у меня не было никаких удобств в номере, не было в номере, в комнате, комната была маленькая, не было ни телевизора, потому что я его не привозила, у кого привез, чьи родители привезли, у тех были телевизоры, у меня не было ни телевизора, никаких-то удобств, вот, ну, сама комната была уютной, которой я жила с 4 по 5 курс, благодаря Ане, которая, наверное, тоже смотрит, привет, привет, вот, она там обуютила эту комнату, вот, у меня же были очень серьезные семейные проблемы, я, скажем так, в тот период, наверное, была в какой-то депрессии, вот, ну, что мне рассказывали мои соседки, по комнатам, да, с которыми я жила, я вообще разговариваю во сне, и, конечно, это очень многих пугало, потому что во сне они спят, и тут слышат какой-то разговор, они сначала не могут понять, что это во сне, вот, и это пугало, вот. В общежитии мне еще не нравилось то, что кухня была общая на всех, да, ну, кто с собой принес там в комнату плиту, маленькую плитку или чайник, тому легче было, у меня не было ни чайника, ни плитки в этом, в комнате, вот, поэтому надо было ходить на общую кухню, которая находилась далековато, и там стоять свою очередь, и что-то кипятить или что-то варить, мне это было вообще непривычно, вот, я была такая закомплексованная, неуверенная, мне вообще не нравилось это все, мне все это было некомфортно, вот, вот так вот, в 20 лет после окончания колледжа я опять переехала на какое-то время, то есть еще один переезд из Мурманска, из общежития на Пионерскую в Североморск, скажем так, я там лето прожила в Североморске, и в это время думала, как мне переехать в Мурманск, и я переехала потом, то есть лето я прожила, опять, да, и в очередной раз я собрала свои вещички и переехала осенью, то есть летом закончила колледж, прожила лето в Североморске, и осенью переехала на квартиру к своему однокурснику в трехкомнатную квартиру, у него родители умерли, и он остался в этой квартире жить, и он нам предложил с моей однокурсницей сдать нам комнату, мы сначала в этой комнате жили вдвоем, вот, то есть даже, как я помню, мы спали на одной кровати, такая большая кровать была, конечно, это условия были не ахти, но, по крайней мере, он с нас брал минимум оплаты, вот, и мы жили в этой комнате, вот, и я прожила в этой квартире, Леша, Леша, это мой однокурсник, который нам сдал, он в основном там по своим делам ходил, или нас не трогал, как бы меня не трогал, потом я осталась в этой комнате одна, моя однокурсница съехала, вот, он меня не трогал, не беспокоил, как бы, в принципе, жилось неплохо, ну, комнатка небольшая, ну, в принципе, лучше, чем общежитие, мне было с чем сравнить, вот, и оплата была 2 500, я помню, как сейчас помню, 2 500 это стоило, то есть это было недорого, да, за комнату, потому что на тот момент уже комнаты и по 5, и по 6 тысяч, а в эту стоимость входила и оплата, и света, и воды, то есть дополнительно какой-то оплаты он не брал, вот. Потом в 21 год, то есть так я прожила год в этой комнате, потом в 21 год я познакомилась с молодым человеком, и переехала, ну, переехала к нему жить, наверное, на полгода, вот. Мы там думали даже свадьбу играть, но у нас не сложилось, и слава богу, потому что нафиг надо, бог уберёг, как говорится, то есть я переехала очередной мой переезд из комнаты к молодому человеку, потом у нас не сложилось, я опять через полгода переехала от молодого человека опять в эту комнату, вот, я переехала в эту комнату, и год я ещё прожила в этой комнате, вот. Вот, так, сейчас я, угу, или два даже года я прожила, или полтора года я даже прожила. То есть где-то в общей сложности я в этой комнате прожила два с половиной года. Вот, в 23 года я, у меня был очень такой настырный кавалер, который за мной ухаживал полтора года, несмотря ни на что. Вот, и я решила начать отношения с ним, вот, попробовать, потому что он ухаживал красиво, всё было отлично, и ему, как бы, он мне рассказал прекрасную легенду, что я его вдохновила на то, чтобы он нашёл классную работу, чтобы он классную квартиру снял. Хотя я, в принципе, мне не было каких-то требований, там, дорогих, дорогущих квартир, или ещё каких-то апартаментов. Ну, он снял однокомнатную, ну, такую отделанную, прямо отремонтированную, очень качественно, с тёплыми полами, там, полностью упакованную квартиру. Меня это, конечно, покорило, что я его так вдохновила, и он ради меня так меняет свою жизнь. И я решила, ну, как бы, мы стали вместе жить. Вот, но было, конечно, хорошо, было всё здорово, то есть я переехала из комнаты в эту квартиру. Вот. Через четыре месяца он занимает у меня деньги, говорит, что через пару дней ему дадут зарплату. Он занимает у меня деньги, всю мою зарплату. Вот. Я остаюсь без денег, ну, как бы, я ему доверяю, верю. Я этого человека уже знала два с половиной года. Это был не какой-то там случайный пассажир, да. Вот. И он говорит, что ему заплатить как раз за квартиру надо будет. И я такая молодая, наивная, и он просто исчезает. Просто я прихожу в эту квартиру, где мы жили, где всё, где мои вещи, его вещи, и обнаруживаю, что его вещей нету. Вот. И в этой квартире он несколько дней не появляется, не выходит на связь. То есть, представляете, просто пропадает человек. Я не знаю, что делать, и мне просто сообщают через знакомых, что он жив-здоров, всё нормально, и всё. И я не знаю, что мне делать. У меня нет денег. Он не выходит на связь, и я понимаю, что в ближайшее время придёт хозяин квартиры и, извините, попросит оплату, либо попросит меня. И вот я сижу загруженная на работе. Я тогда работала консультантом. Вот. И приходит одна клиентка, видит моё состояние. Мы с ней очень хорошо общались. До сих пор ей большое спасибо, Наталья. Вообще, мне Бог посылает в нужный момент очень хороших людей. Ей спасибо большое. Она видит моё состояние, спрашивает, что случилось. Я ей рассказываю. Кстати, моя откровенность, открытость, не только со мной плохие вещи какие-то играла, но и хорошие. И в этом случае, как бы, я ей всё рассказываю, вот, откровенно. Если бы я там замкнулась и промолчала бы, то мне бы пришлось один на один оставаться со своей проблемой. Я ей рассказала, и она говорит, знаете, у меня как раз сейчас свободная, ну, свободная стоит квартира на Гаджиево. Вот. Однокомнатная. Но там каких-то суперудобств нету. Там нету, или стиралка была, не помню. Но она скромная квартира. За пять тысяч месяцев я тебе её могу сдавать. Пока у меня сын в армии. Я просто офигеваю от такой радости. Вот. Я объясняю ситуацию. Она говорит, я подожду оплату. Всё, всё будет в порядке. Не переживай, переезжай спокойно. И я переезжаю в эту квартиру. И если честно, из всех моих вот так вот съёмных жилищ это была самая крутая такая квартира. Потому что я была одна. Я не жила с молодым человеком. Мне никому не была должна. Никаких... Я жила в однокомнатной хорошей квартире. Это была в пятиэтажке. Но она была очень хорошая, качественная, очень хорошая квартирка. Чистая. Там было всё в порядке. Там было по минимуму мебели. Но мне было этого достаточно. И я где-то в ней прожила месяцев семь. А потом произошли события, о которых я уже рассказывала. в 211-м влоге, если вам интересно, я не буду эту историю повторять, вы можете всё узнать. Вот. Там называется «Моя ужасная история». И после этих событий мне пришлось переехать опять из... Я осталась без работы. Я осталась без денег. Без... Как сказать? Мне надо было... Я была разбита. Вот. Я переезжаю, принимаю решение, что после мамы остаётся квартира. И я переезжаю из Мурманска, из этой квартиры, в которой я жила. Я переезжаю в свою, вот эту, на Пионерской. Вот. То есть из Мурманска в Североморск. Очередной переезд. То есть за... Вот у меня интенсив вот этих переездов, особенно до 25 лет, был бесконечно. Эти переезды, переезды, переезды. Это какой-то просто замкнутый круг был. И вот я переехала, и в 20... А, в 23 года зимой я переехала. А в 25 лет летом, то есть я где-то прожила там полтора года в этой квартире. Вот. И в 25 лет я знакомлюсь с молодым человеком. Вот. И к нему переезжаю жить. Это уже было в Североморске. Ну, как и переезжаю жить. У меня вещи были и в моей квартире, я ее не сдавала. И у него жила. То есть, ну, такое, как бы, и не в своей, такое житье-бытье. Как бы я не понимала, какие у нас отношения, будет ли у нас будущее. Просто, как сказать, отношения были на тот момент, в данный момент. Мне было так хорошо, мне было так комфортно. Я там прожила практически год. Вот. И приняла решение расстаться с молодым человеком. И мне нужно было искать работу какую-то, устраиваться. Вот. И я переезжаю в очередной раз из Североморска в Мурманск к своей подруге, которая временно меня, ну, соглашается приютить. Вот. Помочь мне, скажем так. Ну, вот. Потому что денег тогда у меня на съем жилья не было. Но я нашла там работу. Вот. И я переезжаю и у нее где-то живу несколько месяцев. Нет, я месяц там у нее прожила. Вот. А с Димой на тот момент мы уже были знакомы, только мы расстались на какое-то время. И тут опять у нас возобновились отношения. И вот в 26 лет я переезжаю к Диме. Вот. И живу у него до 30... Нет. До 32 лет. Вот. В 32, ну, 6 лет я прожила. Но хозяйка никогда там себя не чувствовала. Потому что эта квартира даже не Дима, а его мама. Не знаю, почему. У меня как-то морально я не чувствовала себя хозяйкой. Вот. Так сложилось. Вот. Мне было... Ну, как морально было очень непросто в этом плане. В 32 года мы на год расставали с Димой. Я опять переезжала из Мурманска в Североморск. То есть в какие-то другие города, кроме Мурманска и Североморска я не ездила. Но вот эта бесконечная езда Североморск-Мурманск-Североморск-Мурманск-Мурманск-Североморск у меня постоянно был. Я переезжала из Мурманска в Североморск от Димы к себе и год проживала в своей квартире. Потом мы опять сходили с Димой год. Нет, два года я так прожила у Димы, но с Димой. Вот. И вот час после развода я опять переехала из Мурманска в Североморск. И сейчас вот я рассказывала и вы, наверное, сами по рассказу уже утомились от этих бесконечных переездов. Переезд это не только переезд из квартиры в город или еще что-то. Это смена всего. Это привыкать нужно к новому месту. Ты себя не чувствуешь, ты чувствуешь себя в подорванном состоянии. Ты не можешь окончательно почувствовать себя на своем месте. Это смена опять окружения. Это смена всего. Это смена привычек. И вот за жизнь я посчитала, я, конечно, преувеличила, что их было 18-20. Их было 16. За жизнь у меня было 16 переездов. Это очень выматывает. Это очень дает такое нестабильное состояние. И вот сейчас на данный момент я наслаждаюсь вот этой стабильностью и хочу эту стабильность укрепить. Вот. не хочу больше никуда переезжать. Но я не буду зарекаться, но я хочу жить в своей квартире. Вот так вот. По-мурманску я сейчас не скучаю. Вот. Сейчас мне комфортно, гармонично. Да, график у меня непростой на работе, но, по крайней мере, я чувствую себя самостоятельной, независимой. хотя в принципе в течение всей жизни я работала. То есть сказать, что меня кто-то дико содержал или еще что-то, этого не было. Я всегда, всегда работала. Да, у меня были какие-то некие перерывы, но чтобы находиться на полном обеспечении, свесить ножки, ни о чем не думать, у меня никогда такого не было. Вот так вот. Такая вот история. Надеюсь, вам в это видео понравилось. Вот. Если у вас какие-то вопросы, то задавайте. Но вот эти переезды, вот это мотание, оно, как сказать, выматывает. Оно забирает энергию, забирает силы. Я не считаю, что вот эти все переезды, это было что-то, как сказать, конструктивное или на развитие. Знаете, люди, когда переезжают из маленького в город в большой, там, чего-то достигают, что-то там строят. Я это понимаю. или куда-либо переезжают и обустраиваются, строят, вкладывают. Да. А у меня же была постоянно суета, постоянно вот это мельтешение, постоянно вот это копошение, скажем так. Вот так вот. Так что такая вот история. Пока-пока.